Глава региона Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в Жамбылском районе. Там он посетил ряд объектов, встретился с населением, ознакомился с результатами уборочной кампании, дал поручение местным сельхозтоваропроизводителям. Подробности в материале Алины Бржановой. Это село Баян Джамбылского района. Первый объект, с которым ознакомился глава региона Кумар Аксакалов – товарищество с ограниченной ответственностью «Акжер-2010». Долгое время ТО приносило только убытки. Поля были запущены, а урожайность мизерной. Этой весной его выкупила крупная российская компания. Приобрели новое оборудование, восстановили склады, подготовили поля. На это у сельхозтоваропроизводителей ушло около 2,5 миллиардов тенге. В планах сделать товарищество образцовым. Будем закупать новую технику, будем вкладывать в строительство, в людей. Также у нас будем еще вкладывать в один мехток. В планах у нас получить семеноводческое хозяйство здесь. Мы хотим создать полный комплекс и показать людям, как нужно получать высокий урожай. Уборочная компания в товариществе завершилась. Собрали по 21 центнеру зернобобовых и по 8 масличных культур. Низкую урожайность последних предприниматели объясняют плохим состоянием земель. Чтобы улучшить ситуацию, здесь произвели механическую обработку полей. Закупили удобрения почти на 250 миллионов тенге. О высокой рентабельности масличных и необходимости увеличивать посевы этих культур, говорит глава региона, встречаясь с сельхозтоваропроизводителями области. Цена покупки тонны рапса сегодня составляет 115 тысяч плюс 7,5 тысяч субсидия. Это получается 122 тысячи тенге. Это равносильно практически 30 центнерам с гектара пшеницы. Таким результатом можем подойти. Согласитесь. С удобрениями, с субсидированием наших сортов семян, с наукой, с химией. В Архангельском сельском округе 5 населенных пунктов. Там живут 1336 человек. Работает 10 ТО и 15 крестьянских хозяйств. Общая площадь сельхозугодий более 45 тысяч гектаров. Около половины из них засеяли яровыми. Особое внимание Кумар Аксакалов акцентировал на стоимости кормов для личных подсобных хозяйств. Тонна сена в районе стоит 15 тысяч тенге. Это вдвое дороже, чем в других районах области. У нас по области 6-7 тысяч тенге. Тонна сена. Уж сенокосов-то хватает. Скот еще держать же. Надо же. Понимаете? Это же сдерживающий фактор. Солома 4 тысяч тенге. Одна тонна. Ануар Абдрешев, председатель СПК «Этуар-2017», занимается сбором молока у жителей всех населенных пунктов округа. В этом году начинал с 80 литров в день. К концу лета увеличил объемы в 10 раз. Скупает его по 70 тенге за литр. Раздает по 90. За три месяца выплатил сельчанам за молоко больше 4 миллионов тенге. А вот в августе предприниматель столкнулся с трудностями. Сейчас мой долг перед сельчанами 1,6 миллиона тенге. Я не могу выплатить им деньги из-за того, что ТОО Сергеевка Суд-Онемдире перестала оплачивать продукцию. Это они объясняют тем, что не могут получить деньги за реализованное масло. А люди перестают мне доверять после этого. Таких фактов не должно быть. Как людям жить без средств? Нужно обязательно помогать сельхозпроизводителям. Поручаю разобраться с Сергеевкой и отчитаться. Ознакомился глава региона и с работой местных агроформирований. Ряд нареканий Кумар Аксакалов высказал в адрес руководства ТУ НТС Агра. Средняя заработная плата на предприятие около 46 тысяч тенге. Все работники – жители Петропавловска и других районов области. Практически такая же ситуация и в товариществе Айтуар Агра. В этом году они получили больше 2 миллионов тенге субсидий. А налог государству составил всего около 450 тысяч. Часто вижу, что руководители сельхозпредприятий хотят приукрасить ситуацию. Да они говорят, нормально все, знаете. Люди довольные, замечательно, хлеб такой, налоги плачут. Потом начинаешь проверять. Я говорю, слушай, а почему зарплата такая низкая? Не можно быть, говорит. Не можно быть. Вот цифры, которые в вашей налоговой декларации. Все расписано. Я специально приезжаю сюда, в каждый сельский округ, для того, чтобы этот разговор был. Понимаете? И вот Акимы районов должны потом соответствующие меры предпринимать к людям, которые работают недолжным образом. Отсутствие автобусного сообщения между поселками, низкая стоимость паёв, проблемы с питьевой водой, медицинским обеспечением и плохими дорогами. Это основные вопросы, которые подняли на встрече с Акимом жители Архангельского сельского округа. Со всеми проблемами глава региона пообещал разобраться и решить их в ближайшее время. Также в рамках рабочей поездки Кумар Аксакалов встретился с жителями Благовещенского сельского округа. Здесь живут около 3,5 тысяч человек. Большая часть из них занятое население. Общая площадь сельхозугодий превышает 30 тысяч гектаров. Одно из образцовых предприятий – ТО «Тамикенагра». За последние два года здесь появилось 80 новых рабочих мест. Сейчас трудится больше 400 человек. Средняя зарплата – около 100 тысяч тенге. Надо все, чтобы были местные кадры, по максимуму их обучать, повышать их квалификацию. Заботятся о них. Свыше 600 миллионов тенге государство из бюджета направило на счета данных предприятий. В качестве удешевления стоимости считаем, что здесь все нормально. Вот так и должно быть. Кумар Аксакалов ставит перед аграриями региона задачу – привлекать к работе местное население, повышать зарплату, больше внимания уделять качеству жизни сельчан и увеличить посевы масличных до 1 миллиона гектаров. Алина Боржанова, Михаил Казначеев. Новости МТРК.